Микс Ньюс Психолог Алена Яковлева у нас сегодня в студии во второй части. Добрый день. Добрый день. Особый день. Я знаю, что у вас тоже интересные события прямо в преддверии Международного Женского Дня произошли с известным детским учебным центром Перспективы. Об этом тоже поговорим. Но поскольку сегодня 8 марта, все-таки такой вопрос к вам, как к психологу. Как вот, я не знаю, этот праздник, сначала я вас прошу, должны воспринимать женщины? Потому что есть разное, есть политическое объяснение, мы все его знаем. Там день борьбы за равноправие женщин. Не знаю, насколько равноправие тема актуальная для Латвии. Есть второе объяснение, что просто в этот день, ну не знаю, женщины хотят побыть женщинами. Они рады, что к ним такое внимание. Ну, есть и такая другая концепция, что не знаю, что 8 марта это такое просто напоминание, в том числе и мужчинам, что надо как-то обращать внимание на женщин, беречь и заботиться о них не только 8 марта. Вот какой вот, как бы вы этот, с такой психологической точки зрения, охарактеризовали бы этот праздник? Ну, вы знаете, здесь можно рассматривать со стороны всех трех концепций, которые вы предложили. Ну, во-первых, сто лет назад мы не имели права выходить самостоятельно из дома, идти работать, учиться. И вообще без ведения мужчины мы не имели права практически ничего. Мы были очень ограничены в правах. Сейчас это кажется чем-то таким невероятным, да? А сегодня мы читаем, что Латвия является страной, где одно из самых больших равноправий между мужчин и женщин. Конечно, не зная, как было тогда, сегодня нам кажется это немножко так непонятным. Но, наверное, можно порадоваться, что с точки зрения свободы, женщина – человек свободный. Это уже приятно. Не будем рассматривать другие контексты, другие стороны нашей жизни. С точки зрения праздника ради праздника, вы знаете, любой праздник хорош. В этом празднике было много политики раньше. Но сейчас политика ушла на второй план. Сейчас просто мужчины поздравляют просто женщин просто с красивым праздником весны. И называется он «Женский день». Так же самое, как прекрасный есть День матери, так же самое есть, как другие прекрасные праздники. Пусть будет женский день. Женщины красивые, нарядные, цветы продаются, цветы получаются. Прекрасно. Почему нет? Вот так нужно это воспринимать, в принципе. Спокойно. Один праздничный день, еще один. Только для нас. И самое интересное, что женщины сейчас поздравляют друг друга. Девочки с праздником у нас. Да, не нужно ждать, пока тебя мужчина поздравит. И это абсолютно не обязательно. А вот все-таки 8 марта, может быть, с точки зрения психолога, он как-то меняет мужчин? Конечно. Они собираются. Так же самое, как и любой другой праздник. Консолидируются. Начинают думать. Я вот смотрю по своим мужчинам, те, которые дома. Домашние есть мужчины, есть мужчины, которые в социуме. Домашние мужчины что-то там шуршукаются по углам. Это тоже хорошо. Мобилизуются, понимают, что надо как-то порадовать женщину. Что-то там придумывают. Те мужчины, которые вне дома, просто улыбаются, просто говорят хорошие слова. Кто-то, кто считает нужным, может подарить цветочки. Это просто праздник и просто мобилизация, когда мужчины обращают внимание на женщин. Женщины вспоминают, что они женщины. И лишний раз, как сегодня хотела, садить туфельки на каблучках и платиться. А одели ботиночки и брючки, и ничего, и тоже праздник. Тоже праздник. И тоже праздник. Специфика нашей погоды дает знать. Хотя сейчас все вот эти попытки все, не знаю, унифицировать, мне кажется, как-то уже в другую крайность. Родитель номер один, родитель номер два как-то. Ой, давайте, а можно сегодня не об этой теме? Давайте сегодня о празднике. Вот именно. Наверное, замечательно, когда у тебя просто есть родитель, хоть неважно под каким номером. И в этом тоже есть свое счастье, потому что, если смотреть в контексте, если у тебя нет родителей. Но с точки зрения пока что сегодняшней нашей реальности и нашей ментальности и восприятия гендерных ролей, пусть у нас будет сегодня папа и мама. Вот замечательно, папа и мама и дети. И вот как раз я знаю, что в Юрмале открылся вот Центр Перспектива. Я думаю, многие радиослушатели знают, что есть такой детский учебный центр в Риге, на Кышинбарне, теперь в Юрмале. Почему вы расширяете географию, потому что действительно есть потребность и для жителей Юрмала, и для приезжающих к Юрмалу? Да, по просьбам родителей, по просьбам жителей Юрмала мы открываем Центр Перспектива в Юрмале. Они уже много лет нам говорят, когда же вы наконец доедете до Юрмала. И в этом году случилось такое замечательное событие. 4 марта мы очень скромно, тихо, как мы любим камерно, открыли первую группу. Туда пришли совсем малыши с двух с половиной лет. Занятия все проводятся на английском языке. По-современному. Да, география наших занятий будет расширяться. Спасибо вам большое, что отметили это событие. Для нас это действительно важно. И такая же перспектива в полном объеме будет работать в Юрмале и сейчас набирает обороты. Да, вот вы сказали, совсем малыши с двух с половиной лет. Вот у родителей часто, особенно у родителей, которые еще молодые родители, может быть, нет такого опыта. Им кажется, что иногда, может быть, до трех лет рано и в детский сад, тем более на такую группу. Или два с половиной, в три годика самое то. Очень индивидуально. Вы знаете, это должна решить мама, потому что все зависит от ребенка, от того, насколько мама готова. А ничего, что сразу на английском? Просьба родителей. И для детей, на самом деле, все равно. Потому что детки очень хорошо воспринимают не столько чужой язык или другой язык, сколько отношения. Если ребенка правильно расположить, он будет расположен и к языку, и к восприятию. И, конечно же, только я хочу попросить родителей и предложить им не спешить с опережением развития. То есть ребенку то, что положено, это же говорят и ученые, и учителя. Да, что ребенок в каждом возрасте должен взять свой объем знаний, навыков и умений. То есть не надо в три годика требовать то, что он должен сделать пять лет. Вы знаете, если ребенок в три с половиной года знает все буквы, это абсолютно еще не значит, что к семи он будет с удовольствием читать. Скажем так, да. То есть эти знания ему могут просто не пригодиться. Главное, чтобы он к шести, к семи годам научился читать. Но в три года ему буквы знать совсем не обязательно. Это не мешает ни в коем случае не лишнее. Но это, знаете, как говорят, что не надо форсировать развитие, опережать. Это просто не нужно. Это тоже самое, наверное, другая тема, но она тоже, наверное, связана с этим, когда пытается, я так понимаю, пока эта попытка политиками не поддержана. Но я думаю, что к этой идее еще будет возвращаться обязательно в школу в шести лет. Почему? Ну не все же дети одинаковые. И, наверное, вы по этим группам развития тоже видите, что кому-то в шесть лет вполне можно уже идти в первый класс, а кому-то еще нет. Школу надо перестраивать, чтобы детей взять в шести лет. Потому что для детей в шести лет нужна другая среда. Внутри школы должна быть другая среда. Можно из трех их взять и назвать, что дети ходят в школу с трех года, но среда должна быть другая. Вот и все. Здесь все очень просто. И объем подаваемой информации, и вся структура урока должна будет просто быть перестроена. Так что можем брать из пяти, можно брать из четырех. А вот те дети, которые ходят, ну, по крайней мере, в юморе только началось, а в Риге у вас уже есть опыт, столько детей уже прошло перед вашими глазами и глазами ваших коллег, они какие-то другие, они более подготовленные, не знаю, к социуму, к школе, если они еще дошкольного возраста. Вы знаете, не хочется так хвалить себя, но тем не менее… Вообще, что вы пытаетесь, может быть, так я поставлю вопрос, ну, что вы пытаетесь привить, да, вот какие там навыки? Ребенок должен к школе уметь слышать, выполнять просьбы, анализировать и донести просьбу. Он должен сказать, что он хочет или что он не хочет. Это во-первых. То есть это, что касается социума. Он должен уметь коммуницировать с другими детьми и со взрослыми. Наша задача стоит такая, чтобы мы полностью подготовили ребенка к школе согласно программы подготовки к школе. Но что приятно отметить, что наши детки уходят и во второй класс, минуя первый. Что приятно ответить, да, что у нас есть девочки, которые ушли в школу экзюперии, и там по математике они ушли во второй, в третий класс. Там своя система, то есть ребенок не сидит полностью, а он по знаниям, навыкам и умений. Хотя это довольно сильная школа, да? Да, это сильная школа, и мамы пришли и сказали, представляете, вот мы такие вот у нас подвижки, и мы очень рады. Мы у себя усиленно развиваем направление математическое для детей. Первый, второй, третий класс. У нас есть такая студия Орешки называется. Потому что если ребенок научится логически мыслить, искать ответ и не бояться искать различные решения, то он будет успевать не только по математике, но и по всем предметам. Потому что математика – это такое «я могу», я могу решить задачу. То есть это прежде всего уверенность в себе, что я есть здесь, и я решаю эту задачу, и я не должен сдаваться. Это очень хороший такой навык, который прививается через простые математические упражнения. Вот что касается школьников, ведь есть и те, которые уже ходят в школу, и они посещают ваш центр, и в Риге, видимо, в Юрмале тоже. Что там? Там вы уже, наверное, пытаетесь, не знаю, как-то исправить какие-то нюансы поведения, может быть, коррекцию, и решить те проблемы, которые у ребенка возникли в школе. Чаще всего, когда ребенок ходит в школу, ну, может быть, как сказать, как на каталогу, это может быть совсем грубо, но, ну, мягко говоря, вот потому что, ну, вот надо. Очень не хочется, но надо. Вы знаете, конечно же, мы в центре, так как у нас работает целая команда специалистов, можем и занимаемся коррекцией поведения. Но прежде всего мы начинаем с того, что мы делаем такой анализ, что происходит на самом деле с ребенком. И, как правило… Не всегда родители уже могут разобраться. Да, отказ от учебы, как правило, это какие-то конфликтные ситуации, которые ребенок не в состоянии решить сам, а взрослый по каким-либо причинам не видит. И получается такой немножко замкнутый круг. Ты должен, я не хочу. Ты обязан, я не могу. И получается тупик, начинается конфликт. Да, и чтобы избежать этих конфликтов… Но это можно скорректировать, да? Конечно, это можно скорректировать, если занять абсолютно открытую позицию. Мы находим то, что есть и работаем тем, что есть. Да, ну зачастую, мне кажется, не хочется бросать камушек в огород учителей. Есть действительно замечательные педагоги. Но есть, наверное, и те, которые как-то своим поведением и вызывают такое нежелание учиться именно на этом предмете. Вы знаете, вот у меня пришла мама и говорит, у меня сын не хочет ходить на предмет такой-то. Да. Они очень сильно повздорили. Я говорю, ну объясните, в чем ситуация. Говорит, вот она взяла работу сына перед всем классом и показала, и сказала, посмотри, у тебя оценка ставится ниже, чем у других, потому что она сделана неаккуратно и некрасиво. Мама говорит, вы знаете, ну я ему сказала, сделай сам эту работу. Как ты можешь, так и сделай. Говорит, я не помогала и не принимала участия в этой работе. Говорит, наверное, я плохая мать, что я не сделала за него эту работу. Чаще же мы знаем, кто делает домашнее задание. Потому что, говорит, это был проект, и все дети принесли красивые распечатанные на компьютере проекты с картинками, с описаниями, а он там своей рукой что-то написал, что-то там наклеил, что-то там вырезал. Говорит, и как быть в этой ситуации? Вы знаете, кроме того, что, ну и это учительница, других слов просто не нашлось. Да, потому что с педагогической точки зрения, если ты увидел, что ребенок что-то сделал сам своими руками, ты должен сказать, смотрите, какой он молодец, он сделал что-то сам. Да, а не на принтере распечатал. Ну, даже если на принтере, ну все равно отметить, что ребенок делал сам. А не ругать его за это, да. И, ну, здесь вот мне кажется... Иногда психолог тут бессилен, да, тут, в принципе, учителю нужен психолог, по большому счету, не ребенку. О, ну это мы с вами говорили уже, сколько говорили и переговорили, поэтому, говорит, что делать с ребенком? Что сделать с ребенком? Объяснить, что ты молодец, что ты так мог, но иногда в жизни бывают вот такие вот оценки. Ну что ж. А вот все-таки, какая еще, может быть, одна из задач, которая, наверное, и в ваш центр ставится, если я ошибаюсь, меня поправьте, все-таки, ну, каким-то образом, ну, различ, может быть, не то слово, ну, дать детям, не забывать, что даже в школьном возрасте, они все-таки дети. И детства у них должно быть, потому что мне кажется, что сейчас, может быть, такое время, все в айпэде, в смартфоне и так далее, мы очень пытаемся быстро вот детей вытолкнуть в эту взрослую жизнь, да. Вы знаете, мне такое впечатление, что вот есть же такое вальдорсовское направление, где ведущая деятельность обучения считается игра, и они играют. Кажется, школа, которая все время играет, и учителя там тоже в роли персонажей, они постоянно в игре. Вот наша задача дать ребенку почувствовать социум, научиться себя чувствовать в социуме. Дети-дошкольники, у них ведущая деятельность – игра. Не надо им мешать играть, потому что через игру можно дать любое развитие. Некоторые мамы, особенно молоденькие, приходят и говорят, ой, они у вас сидят, здесь ничем не заняты. Вы же ими не занимаетесь, они же должны сидеть ровно в кружочке или сидеть за столиками, и вы должны им что-то объяснять. Подолжение школы, да? Мы говорим, зачем? У них же тут все происходит. Мы тут на коврике, пока мы тут с подушками, у нас же тут все, вся жизнь-то проходит. Мы все выучим, и фигуры выучим, и цвета выучим. Но все в игровой форме. Да, но все это через игру. То есть вот эту ведущую деятельность, игру, может быть, просто не нужно и к ней так относиться без уважения, потому что вальдорфовское направление набирает обороты, особенно с точки зрения частного образования. Родители уже смотрят все больше в ту сторону. Вот да, это вот в второй части как раз поговорим, потому что вы мне как раз предварили мой вопрос по поводу частного образования. К сожалению, ну мне так кажется, что да, это все связано из финансовой возможности родителей, мы понимаем, но тем не менее, мне кажется, что вот только в последнее время началось какое-то более пристальное внимание родителей к частному системе образования. Может быть, понимают, что да, знаете, как это проезд в общественном транспорте, да, для многих он бесплатный, это понятно, но тем не менее, есть и плюсы в общественном транспорте, есть и минусы. Так, наверное, и вот в этом государственном образовании, да, есть плюсы, что это вроде бы бесплатно, там даже бесплатное питание, но очевидно, что нужно тогда думать о каком-то дополнительном образовании, не нужно ждать, что школа даст все. Ну вот смотрите, помните, был период, когда были только государственные вузы? Да. В которых были очень жесткие экзамены, и в них можно было попасть только когда ты соответствуешь каким-то наборам требований. Да, точно. Отсев был капитальный, там по 10 человек на место. Ну тогда счастье было в другом, что было много работы, были техникумы, были профтехучилища, и как-то народ находил себя. Но были и те, которые не могли пройти вот эту вот шкалу экзаменов и не могли поступить выше. Хотя, в принципе, они по уровню могли бы там учиться. Они были прекрасными специалистами, но они не могли получить высшее образование. И когда открылась вот эта дверь частного высшего образования, то многие те, которые… И планка там была чуть-чуть снижена, но много тех, кто закончили частные вузы, стали прекрасными специалистами. Потому что в частном вузе немножко мягче отнеслись к тому, насколько видна эта оценка на уровне теста. Но когда он учился и становился специалистом, ведь и как и в любом другом вузе, и, знаете, получив диплом, это не значит, что ты хороший специалист. Это правда, да. И те, кто закончили частные вузы, получили специальности, вот этот диплом там с каким-то там своим направлением, и они стали прекрасными специалистами. Поэтому частное или не частное, все зависит, знаете, как сказал когда-то профессор Ширяев, говорит, если с тебя будет ток, он с тебя будет везде. А если не будет, он его не будет нигде. Нигде. Ни в частном, ни в государственном. Алена Яковлевна в студии. Приверся ненадолго. Новости рекламы. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Еще раз добрый день. Алена Яковлевна, психолог у нас в студии. Вот мы говорили об открытии второго, уже теперь на сей раз, не в Риге, а в Юрмале, учебного детского центра «Перспектива». Все-таки, когда дети к вам приходят, вы уже можете какой-то анализ сделать. В чем школа или родители на вас для всех не дорабатывают? Или они во всем дорабатывают в своей направлении, а вот как раз для таких частных центров доп. образования, вот как раз и остается такая совершенно естественная ниша? Мне кажется, в индивидуальном подходе. Мы можем предоставить эту самую изюминку как индивидуальный подход к ребенку с учетом его индивидуально-психологических особенностей. Да, можно понимать, что в классе 30, допустим, детей, но каждая все-таки личность. И когда приводит ребенка, которому требуется какое-то повышенное внимание, или который как-то по-особенному не может адаптироваться, или ему нужно взлиться в среду, то мы можем дать ему на это время, и мы не ставим таких рамок, что ты должен, ты обязан соответствовать здесь и сейчас. И, наверное, вот в индивидуальном подходе вот это самая сильная сторона, какая только может быть. И что мне нравится в родителях, очень интересно наблюдать. Есть такая категория родителей, которые приводят детей, и они одевают их сами, шестилетнего ребенка полностью. То есть колготки там одевают. Он сидит спокойно, его одевают. Он сидит, его одевают, он вот такой вот весь. Мои педагоги подходят, говорят, что же нам с ним делать? Я говорю, давайте попробуем ему дать самому одеться. И через неделю маме показываем, мы говорим, хотите, мы вам фокус покажем? И он говорит, что за фокус? Он говорит, ну, вы его не трогайте, скажи, покажи маме, как ты умеешь одеваться. И ребенок, значит, через неделю сам там натягивает. И мама делает большие глаза. Ты можешь сам? А почему нет? Руки, ноги есть. То есть если ребенку дать свободу... Он сам может многое, да? Сам он может многое. Он талантлив во всем. Ему просто нужно предоставить эту свободу и доверие. Доверьте ребенку одеть колготки. Он это делает сам. Вот такой вопрос, который не могу не задать. Вот я наблюдаю за знакомыми, родителями. Каждый пошел ему бороться с пристрастием детей к гаджетам современным. Одни говорят, я ему даю не больше полчаса в день, два часа в день. Или только по выходным. Или только по вечерам. Или только телефон, чтобы глаза не испортил. Только iPad. Другие говорят, вообще там отнимаю, ругаю с ним. Другие говорят, я его не трогаю. Я могу что-то поделать. Пускай он там посидит в своем этом. А что делать вообще в этой ситуации? Ну вот в вашем центре вряд ли... Зона свободная от гаджетов. Вот. Даже на каникулах. И правила корзинки. Что делать? Ну, если очень серьезно подходить, то ребенку, конечно же, как можно дольше нужно оградить от гаджетов. Если в этом нет прямой необходимости. С другой стороны, мы живем в 21 веке, когда гаджеты стали частью нашей жизни. Если показать ребенку, что в этих гаджетах есть что-то полезное и развивающее, и ему приносящее пользу... Вот так сфокусировать это. Да, то есть... Не отбираться скандалом, да? На начальном уровне что? Мы можем поставить какие-то развивающие английские, обучение буковки, обучение чтению. Там же столько сейчас программ стало. Все это очень интересно, красочно. Если родитель будет смотреть, что он показывает ребенку, как он это делает, и через то, что он контролирует, то есть шанс, что к 9 годам ребенок все-таки не будет зависать. Но для этого у ребенка должно быть много других нравиться, в которых он включен. Если у ребенка не будет другого нравиться, то, чем он занят, и родитель не будет ребенка приглашать в свое нравиться, смотри, мы вместе можем что-то делать, что нам двоим интересно, то, конечно, ребенок будет уходить в эту среду. И, конечно, мы не знаем на самом деле, что происходит в этой среде. И, конечно, эта среда достаточно небезопасна для детей. Да. Ну, это может быть отдельная тема. Но вот еще говоря о развитии ребенка, вот, к примеру, понятно, что приходят к вам разные дети и разных возрастов, и разных интересов. И, наверное, может быть, ну, мне так кажется, все-таки, ну, разной, как бы, направленности, как мы говорим, есть те, которые вот на математику, у них более сильная сторона, есть такие чистые гуманитарии. Можете дополнительно образование, не знаю, как-то помочь или выявить вот эти вещи, потому что мы знаем сейчас во многих школах уже со следующего учебного года, даже с пятого класса уже будет определенная специализация. Там математика, языки, другие направления. Вы знаете, мне кажется, я не хочу никого не ограждать о том, что у ребенка есть какие-то свои определенные наклонности, но примерно до четвертого класса, а может быть, даже и старше, нужно пытаться развивать все направления. И хуже не будет. Не будет, потому что они не столь сложные, но научить ребенка слышать и анализировать текст поможет в жизни вообще слышать мир. Научить ребенка видеть математику и строить логические цепочки поможет ему в жизни строить логические цепочки. Научить ребенка общество знанию и природоведению, и окружающему миру поможет ему лучше понимать, что вообще происходит с ним в природе. Даже музыка в какой-то степени. Музыка очень хорошо будет развивать память. Да. Пение будет замечательно питать мозг кислородом. Не зря говорят, что пение, до 9 лет должно быть обязательное пение. Да, то есть хоровики говорят, давайте нам детей, пусть они поют. В этом же нет ничего плохого. Кстати, пение полезно и музыка не только в начальной школе, но и дальше. Да, потому что чем дальше, тем как-то более скептически к этому относятся дети и родители. Да, и поэтому, конечно же, ничего страшного нет, то, что предлагают сейчас новые вот эти направления. Но, тем не менее, развивать надо во всех направлениях, если есть такое. Есть, конечно, дети, которые очень хорошо чувствуют ритм. Но если ребенок не чувствует ритм, наоборот, дай ты ему, помоги ты ему включиться в этот ритм. А не махая руку, а ладно, зачни его. Да, ничего страшного в этом нет. В общем, вы знаете, мне кажется, что каждый ребенок талантлив по-своему. Каждого можно и нужно развивать во всех областях, а куда выстрелят, туда выстрелят. Да. Вот что касается Центра перспективы в Юрмале, все-таки, как вам кажется, вот что движет родителями, когда они вот отдают на это дополнительное образование? Ну, хорошо, летом каникулы – это отдельная история, да? Ну, не только летом вот работает, по крайней мере, в Риге, я так понимаю, кругодично же работает ваше дополнительное образование. Может, есть у многих родителей такое представление? Ой, ну, как сегодня дети же загружены, мы там знаем, столько у них уроков, еще домашнее задание. Куда там еще дополнительно заниматься? А в самом деле, как раз очень даже полезно, да? Знаете, родителями движет то, что ребенок должен быть образованный и думающим. Родителям движет вот это желание дать ребенку как можно больше и шире кругозор, чтобы он в этом мире был успешен. Родителя толкает вот этот, наверное, собственный опыт, который родитель прошел, или наоборот, понимание своих ошибок, которые он что-то не доделал, поэтому и стараются отдавать ребенка, и поэтому вот есть вот эти родители, которые хотят опережать развитие, дать как можно больше всего. Ребенку на самом деле нужно давать языки. Вот сегодняшний век – это век языков. Если ребенок будет знать несколько языков, он научится социуму. Самое главное для ребенка научиться социуму, чтобы он умеет общаться в среде не только взрослых, но и детей. И есть такие родители, которые говорят, мы привели вам, нам не нужно образование, не нужно чем учиться, мы привезли, чтобы он просто играл со сверстниками. Может быть, тоже неплохо. Есть те, которые… Дополнительное общение. Да, есть те, которые говорят, нам не нужно общение, нам бы главное дайте, чтобы он научился всем тому, чего он положено. Но и в тех, и в других случаях ребенок получает все равно комплекс. Потому что мы развиваемся через игру, мы учимся через игру, мы играем через развитие, и у нас даже свободное время – это через развитие. Это правда. Да, еще, может быть, такой вопрос хотел задать, говоря о детях современных и их родителей. Зачастую, мне кажется, что как-то дети меньше все общаются. Это тоже, наверное, проблема. Может быть, благодаря этим гаджетам они все время там сидят и думают, что там полноценное общение. Я так понимаю, что одна из задач и вашего образования – так, чтобы дети коммуницировали не только с вашими педагогами, но и друг с другом. Но сейчас мир изменился. Видите, сейчас нет больше системы дворов. Сейчас нет системы, где детки сами предоставлены себе. Очень мало клиентов, чтобы дворовые игры практически я не вижу. Да, поэтому родители ищут сверстников для детей. Ну, вы знаете, вот если посмотреть это немножко с другой стороны, то все, что закладывается у ребенка с детства сейчас, все это на протяжении всей жизни будет его сопровождать. А что самое интересное, что когда человеку станет далеко за, и у него опять появится то самое свободное время, которое под названием пенсионный возраст, если доживем, то тогда опять начинают вылезать детско-родительские отношения. Вот в этом весь феномен. Вот поэтому социализация, общение, и, как говорится, не копите что-то материальное, копите эмоции. Человек вспоминает эмоции, как правило. То есть те эмоции, которые он пережил. Вот если сейчас на любом из нас спросить, ты как-то провел лето, мы обязательно вспомним, или там, как ты встретил Новый год, или сегодня, как ты там с 8 марта кого-то поздравил. И обязательно у нас что-то поднимется. И вот через вот эту вот эмоцию мы запомним скорее эмоцию, чем какие-то другие антуражи. Мы можем им вспомнить, какие цветочки мы подарили, но мы вспомним те эмоции, которые были. Вот я не знаю, может быть, это преувеличение, но многие считают, что, ну, понятно, что мы живем в 21 веке, но что у нас очень такое вот потребительское общество. Мы, конечно, можем по этому поводу долго там, не знаю, ныть это и бубнить, но тем не менее, наверное, это неизбежно. Ведь все даже зачастую, все праздники фокусируются на то, что там какую-то вещь приобрести или подарить. Как раз, может быть, даже не эмоции нами движут, а вот такое вот потребительское отношение. Или к этому надо спокойно относиться, это неизбежная часть нашей жизни. Вы знаете, была такая замечательная статья, в которой рассказывалось о поколении снежинок. Вот сейчас новое название вот этих молодых людей, это поколение снежинок, которые точно знают, что они хотят. Это уже неплохо. Да, они достаточно целеустремленные, они безжалостные, но они внешне выглядят как очень гуманно, они ставят перед собой цели и считают, что все общество им вокруг должны. Ведь это же поколение потребителей, получается, то, о чем вы сказали. Но, с другой стороны, мы же сами даем согласие на то, какими мы будем. Да, мы понимаем, что в век капитализма мы должны потреблять все больше, это нормально, потому что нужно производить товары, нужно их сбывать. Но, с другой стороны, если у нас есть еще другие ценности, кроме как ценности потребления, а эти ценности закладываются как раз-таки в детстве, почему многие родители водят детей в кукольный театр, покупают раз в году билет на щелкунчик, рассказывают, что есть на свете такая сказка, как «Золушка» или любая другая, рассказывают о семейных ценностях, что бабушку на 8 марта мы идем поздравлять, или на Пасху мы красим яйца, или пекем пироги на Рождество. Это же все есть те самые эмоции, которые мы закладываем. То есть, через эмоции мы проживаем жизнь. И детям мы что делаем? Мы детям показываем, как мы живем, и дети частичку от этого берут, они же с нас копируют. И заметьте, с годами мы все больше становимся похожими на наших родителей. Наверное, что-то в этом есть. Да. Как-то так интересно то, с чем мы... Даже те, которые как бы критикуют их, да, и говорят, не-не, я не хочу быть так вот, вот это мне не нравится, но тем не менее с годами мы как-то... Да, вот как-то вот такие метаворфозы происходят. Вроде не нравилось нам, вот я такая, как мама, не буду, я такой, как папа, никогда. А с годами мы все больше замечаем, что как-то в нас это пробивается. Пробивается, да. Вот, и вот наша задача тут таки поймать это, и что мы передаем дальше нашим детям. Это правда. Да, может быть, так вот пусть это время бежит. Что касается вот еще, может быть, вот такого вот образования, вот центра перспективы, все-таки какую вы такую ставите сверхзадачу? Вот для тех, кто там, понятно, да, они учатся общаться, там проводят время красиво в игровой форме, но тем не менее, что-то может быть... Среда, в которой ребенок может полноценно, чу сказать, я есть. Среда, в которой... Индивидуальность, да? Среда, в которой ребенка принимают таким, какой он есть, понимают его, и ребенок где может раскрыться. Вот это принимающая среда. У нас многие спрашивают, в чем секрет, почему дети к вам идут. Мы говорим, потому что у нас среда принимающая. Даже если ребенок приходит и плачет, то мы с уважением относимся к его плачу. Это вот так есть. А не начинаете ему считать мораль, что... Ни в коем случае, да. То есть там есть свои методики, но тем не менее, во всем уважение. То есть уважение к личности. Я тебя вижу, и я тебя вижу хорошим. Вот видеть хорошее. Ведь мы же такие же самые. Вот если у нас видеть в нас только плохое, мы же этим боком будем разворачиваться и демонстрировать его все больше и больше. Да, это правда. И может быть такой последний вопрос. Вернемся к тому, с чем мы начали. Все-таки сегодня 8 марта, замечательный праздник, женский день. Вот часто мы слышим, даже может быть со стороны мужчин, что, ну хотя считается, что вот женщины это слабый пол. Ну, они уже давно не слабые. Значит, они, не знаю, не только наравне с нами, там работают, еще успевают, то-то, то-то, то-то. А иногда еще командуют нами, даже мужчинами. Ой-ой-ой. А на самом деле, может быть, действительно, не нужно такое вот, не знаю, слабый пол, сильный пол. Да, может быть, и хорошо, что есть равноправие. Или иногда чересчур. Да, потому что кто-то же говорит, ну вот, женщина, не нужно делать ей поблажек. Она хочет такую же зарплату, как мужчина. Вот пускай она выполняет такую социальную роль в обществе. Вы знаете, мне кажется, это должен человек каждый выбирать для себя сам. Если женщина хочет быть наравне и не хочет никаких поблажек, ну пусть у нее не будет поблажек. Если иногда нас называют слабым полом и уступают нам место и открывают нам дверь, ну, если меня это не задевает, я приму это с радостью. Если меня задевает, ну, пропусти. А нет такого ощущения, ну, не знаю, что, может быть, не потому что мы борчим, что вот все, что раньше, трава была более зеленая, что вот какие-то правила, как, не знаю, общение, которое нам досталось, или воспитание от советской эпохи, что-то там про нее не говорили, они сейчас переживают, ну, не кризис, и люди себя чувствуют как-то неловко, ну, не знаю, там, сейчас я уже, по крайней мере, реже вижу, что там мужчина, незнакомая женщина подает там руку при выходе из автобуса. Как правило, нет. Я уже не говорю про то, чтобы уступить в место, потом, не знаю, там, заплатить в кафе там за девушку, которого там он пригласил на свидание, я не говорю про муж и жену, где общий бюджет, да, и это уже воспринимается, на что он намекает, почему он там за меня платит, да. Вот, и, может быть, те, которые вот пытаются как-то вот так поджентльменски себя вести, вот рушится вот это все. Вы знаете, я не видела ни одну женщину, которая бы сильно обиделась на то, когда мужчина ведет по отношению к ней себя как джентльмен. И это замечательно. И в наших кулуарных девичьих разговорах на самом деле мы очень рады, когда с нами мужчины ведут себя как джентльмены. И, может быть, даже когда мы пытаемся остановить там лошадь, зайти в горящую избу и что там еще сделать, мужчина говорит, подожди, там дорогая, или извините, пожалуйста, давайте сделаю это я сам. У меня был случай такой, я тащила себе в офис кресло такие здоровые, такое большое кресло, купила, счастливое, иду, кожаное, оно такое, не подъем. Сама тащила, да. Сама тащу из машины через дорогу, там думаю, господи, до два шага, что я не добегу. И тут мужчина видит меня и говорит, что вы делаете? Оно уже такое тяжелое, я вам помогу. И он отобрал у меня это кресло, я еще не давала. Донес мне до третьего этажа. Совершенно незнакомый. Совершенно незнакомый. Сказал, если, вы, говорит, вы же женщина. И я так и стояла. Я говорю, да, спасибо. Вы знаете, так было приятно. Вы не представляете, как было приятно. И никто не отбивался и сказал, как вы посмели, да? Так что с праздником нас. И я это, еще шла на эфир, и когда знакомые звонили, я сказала, что я вам всем передам привет с болткома. Дорогие мои знакомые девушки. И уважаемые мужчины, спасибо за поздравления от мужчин и дорогие все женщины, знакомые с праздником, нас девочки с 8 марта. Точно. Еще день впереди, или вечер точнее. Можно отплачивать, несмотря на ураган за окном. Несмотря на ураган. Алена Яковлевна, у нас была в студии, большое спасибо.